Взгляд инфо. Можно вам задать несколько вопросов? Можно. Расскажите, пожалуйста, в чем цель вашего приезда в Саратов? Я представляю ассоциацию гражданский контроль, которая более 10 лет занимается наблюдением за избирательными процессами и являюсь членом президентского совета по правам человека. Сейчас я посещаю различные субъекты Российской Федерации. Прежде всего, это встреча с общественниками, с уполномоченными по правам человека, общественными палатами, избиркомами. Мы наблюдаем ход подготовки к общероссийскому голосованию по поправкам Конституции. Также и в Саратове сегодня планируется встреча с руководством областной избирательной комиссии, общественными организациями, представителями исполнительной власти. И вторая тема, которую я не могу не затронуть, будучи в Саратове, это обращение в президентский совет по правам человека Александра Ландо, человека заслуженного, который был уполномоченным по правам человека в Саратовской области, руководил общественной палатой, заслуженный юрист Российской Федерации. Он известен на федеральном уровне. Сегодня на встрече с коллегами, с членами общественной палаты области, я убедился, что о нем очень тепло говорят, не только как о человеке, но и как об общественном деятеле, который много сделал для благоустройства региона, преодоление проблем в сфере торговли, социальной политики, развития гражданского общества. Его обращение касается того, что он не согласен с возбуждением уголовного дела по 159 статье. И сегодня в ходе беседы с коллегами я увидел тоже недоумение в связи с предъявленными претензиями, поскольку люди говорят об отсутствии и корыстного интереса, ущерба, и неподтвержденности предъявленных претензий. Более того, уголовное дело длится год, и последние полгода практически не происходит никаких следственных действий. Учитывая возраст Александра Ландо, сложное состояние здоровья, серьезный моральный ущерб, можно говорить о том, что человек находится под домокловым мечом, а также страдает и имидж общественной палаты, и всех общественных структур Саратовской области, поскольку такой известный, авторитетный, влиятельный и уважаемый человек обвиняется в весьма серьезном нарушении закона. И эта позиция следствия никак не обосновывается. Сегодня у меня также планируются встречи с руководством областной прокуратуры и Следственного комитета Саратовской области. Мы будем обсуждать ряд вопросов, связанных с ситуацией с правами человека в регионе, вопросы реализации стратегии государственной национальной политики, вопросы подготовки к предстоящему голосованию и общественному контролю за этой процедурой. Естественно, я затрону тему и жалобы Александра Ландо. И я надеюсь все-таки, что наши следственные органы при надзоре прокуратуры объективно, внимательно отнесутся к этому делу. Как вы сами отнимаете это дело? У вас была возможность как-то изучить? Материалы дела я не видел. Я читал публикации, я общался с людьми, которые знакомы с Ландо, которые встречались с представителями прокуратуры. И, кстати, сегодня, я знаю, большая группа общественников будет встречаться с руководством Следственного комитета Саратовской области. Поэтому из тех материалов, которые я видел, мне пока непонятна суть предъявленных претензий. Как я понимаю, там и обвинение, так сказать, не сформулировано. Есть постановление о возбуждении дела, было несколько допросов, был обыск, но более никаких процессуальных действий не проводилось. Но это прецедент, наверное, на уровне Российской Федерации, когда вы председатель уголовного дела в отношении... На моей памяти, да, это прецедент, поскольку человек такого уровня, бывший, уполномоченный по правам человека, председатель общественной палаты, известный юрист, да, такого, пожалуй, не было. Мы вот в соседнем регионе Самарской области, откуда я родом, мы защищали доктора юридических наук, профессора Трещеву, которая в свое время выступала против объединения университетов и вызвала недовольство ряда чиновников. И было возбуждено дело о превышении служебных полномочий, тоже весьма резонансное дело. Мы и выезжали в регион, и писали жалобы в Следственный комитет, в Генеральную прокуратуру, и в результате дело было, прекращено. Но здесь это не только ученый, это и общественный деятель, это и, как его называли коллеги, легенда, эпоха, человек, который, естественно, не ангел воплоти, человек сложный, человек со своими взглядами, со своим способом общения, человек порой жесткий и непримиримый, ну, как любой активный общественный деятель, правозащитник по своей сути. Но он сделал много, он никогда не нарушал закон, никто никогда не говорит о том, что для него обогащение, какая-то корыстная составляющая была, так сказать, в приоритете. Поэтому многое неясно и весьма тревожно, потому что люди говорят о том, что если человек такого уровня оказывается не защищен, что может быть с другими. Да, перед законом все равны, мы знаем, что на скамье подсудимых оказываются мэры российских городов, губернаторы, министры, высокопоставленные предприниматели, но должна быть четко озвученная сторона обвинения, прозрачные доказательства. Здесь этого в течение года не было. Более того, велась грязная информационная кампания, когда еще не были предъявлены обвинения. И, что самое для меня печальное, его вынудили покинуть и вуз, где он преподавал, и оставить общественную палату, по сути дела, вычеркнуть. Как сказали сегодня на встрече, его вычеркнули, выключили из жизни. Такого быть не должно, это неуважение к человеку. А вы привели самарский пример. Часто ли вообще в России уголовные дела возбуждаются как способ борьбы с неугодными людьми? Это часто происходит. Я с этим сталкиваюсь по самым разным регионам. Либо человек неудобен в связи с своими политическими взглядами, либо он пересходит дорогу интересам какого-то бизнеса. К сожалению, это серьезная системная проблема, когда правосудие становится инструментом для сведения счетов. То есть, можно что-то сделать? Совет регулярно ставит эти вопросы. Перед президентом были очень серьезные предложения по реформированию судебной системы, улучшению работы следствия, естественно, законодательства. Что-то делается, но не так быстро, как нам бы хотелось. В частности, сейчас вышло поручение президента о создании Института следственных судей, о совершенствовании в вопросах экспертного заключения в период обвинений. Кстати, здесь я бы посоветовал Александру Ландо подключить авторитетных экспертов-правоведов, которые бы проанализировали материалы, связанные с его делом, и сделали свое заключение. Субтитры создавал DimaTorzok